Что мы проходили на прошлом уроке? Третья грудинка. Здравствуйте. Письмо? Письмо. Что мы проходили по области? Перенос? Слов. Слов. Как обозначается перенос слов по письму? Чокточка. Чокточка. Либо очень грамотное слово я вам говорю. Либо это шерточка, либо тире. Тире. Молодцы. Хорошо. А как? Тире. Либо черточка. Мы называем это на письме, обозначаем перенос слов. Хорошо. Давайте вспомним еще один момент. Могу ли я одну букву оставлять на строчке, либо переносить наоборот на строчке? Нет. Сколько букв я минимум могу перенести? Дверь. Дверь. То есть как? По словам. По словам. По словам. Конечно. А как нам упростить задачу, чтобы нам стало легче переносить слова? Нужно сначала разобрать на разделить на что? На что мы делим слово, чтобы нам было легче? На три-две строчки. Строчки. Либо. Когда две буквы соединяются вместе. Как это я уже назову? На три слова. Слов? Да. Да. То есть смотрите, допустим, с прошлого урока. Слово «ма». Ну просто самое примитивное слово. Слово «ма-ши-на». На что я разделила? Вот это что? «ма-ши-на». Да. А что это? Слог. Слог. А сколько всего слогов мы видим в этом слове? Три. Три. Хорошо. А теперь слово «зима». Слово «зима». Разделите мне по слогам. На сколько слогов я могу его разделить? На два. На два. На каких два слова? Зима. После «зи» я что поставлю? Чуточку. Хорошо. И оставшийся слог? Ма. Ма. Сколько слогов в этом слое получилось? Два. Два. Зима. Дальше. А слово «малина»? Ма. И диктуйте сразу мне двое с вами цветы. Первый слог. Ма. Ма. Хорошо. Дальше какой знак ставлю? Чуточка. Угу. Дальше. Ли. Ли. Угу. Потом «звучка». Чуточка. Хорошо. И? На. На. Сколько слогов в слое получилось? Три. Три. Хорошо. Ма. Ли. На. А теперь давайте узко, без моих записей, попробуем поделить, как на прошлом уроке. Еще раз. Самое главное правило по переносу слов. Могу ли я одну букву оставить жить на строчке? Нет. Ни в коем случае. Никогда. Не могу. Только максимально две. А если я уже приношу две буквы, то это уже как называется? Еще кто вспомнит, что мы повторяем, связанное с переносом? Связанное с переносом и краткой, или мягким знаком. Как мы делим, когда мы делим на слоги слово, когда мы видим в нем присутствие мягкого знака? Мягкий знак всегда остается с приведущими. Да. И он всегда остается у нас где? Перед? Черточкой. Перед черточкой. Верно. А с буквой и краткой какая ситуация происходит? Она остается тоже перед черточкой. Хорошо. Молодцы. То есть отделить я раскладываю. Получается мы ни мягкий знак, ни букву и кратку нельзя. Нельзя. Соответственно, она у нас всегда живет перед знаком переноса. То есть либо перед тире, либо перед черточкой. Как вам удобно называть, так мы и называем. Но к старшим классам вам нужно уже будет освоить понятие тире, а не черточка. Уже мы в старших классах так говорить не можем. Ну-ка давайте. Я буду делить, а вы диктуйте. У. Куще. Уще. Угу. Потом что? Черточка. Дальше. Ни. Угу. Черточка, черточка. Угу. ЦА. ЦА. Хорошо. А если повторить еще одну из наших прошлых тем, поставьте мне, определите мне в этом слове ударный звук. Как мы определяем ударный звук? На Е. А как мы определяем? На КЛАТНИЕ. Чтобы определить, куда падает позарение, что надо сделать со словом. Да, всегда на глаз, младшенько. Что сделать? Пропевать. Пропевать, да. Хорошо вас. Слово ученица в вашем распоряжении. Ученица. Ученица. На какую букву падает, повторяю? И. Ударный звук. И. Верно. Хорошо. Слово ученица. Помните, о чем говорила я? Перенести я могу только слог. Соответственно, я могу перенести в любой слог, который я отделила. Да. Либо учи оставить, ница перенести, либо учени и ца перенести. Поняли, да? Слово озеро. Разделите мне по слогам. О. Озер. Озера. Озера. Озеро. О. Это что такое? На два слова. О. Озер. Потом какой знак ставлю? Четочка. Четочка. И. Ро. Ро. Хорошо. Сколько словов получается в этом слове? Два. Соответственно, на следующую строчку я могу озеро оставить на первой строчке, а ро уже перенести. Верно? Хорошо. Диктую вам слово. Теперь поменяю немного. А вы мне его делите на слоги. Поняли? Попробуем. И слова. Сейчас взглянем. Итак. Слово. Марина. Уже с знаком тебе. А я не просила. Произносите слово. Я говорю, а ты записываешь и делишь. Я русла. Что вы сказали? Малина, я сказала, я выговорю, я произношу вкусно, а вы записываете так, как разделить нужно правильно. Если подумать на слог правильный, ди-ан, я разве могу так сказать? Ди-ан. Ди-ан. Как будет правильно? Ди-ан. Угу. 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 Ди-и. Затем два. Угу. Угу. Ничего страшного. Угу. 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 Ди-и. Нужно же, прежде чем делить на слоги, нужно произнести сначала, правильно? Угу. 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 Все, украшаем. Коробка. Коробка. Коробка, коробок, коробок, коробок. Коробок. Ладно. А теперь вспомним еще одно маленькое правило. На письме, когда мы начинаем писать новое предложение, с какой буквы мы начинаем его писать? Заглавная. Заглавная. Заглавная это какая буква? Большая. Большая. Когда я предложение закончила, я все сказала, все написала. Какой знак вопринания я ставлю в конце предложения? Черт. Я запятую. Точка. Да, я же завершаю. То есть я ставлю точка, знак стоп. Это предложение я закончила. Точка это своеобразный сигнал о том, что все, стоп, предложение закончено. Все. В этом все, этим все сказано. Точку поставили, предложение закончили. Начинаем следующее предложение с какой буквы? Заглавной. Заглавной, конечно. А теперь? Текст. А вы уже как? Написывали? Да ты же мой персик расцвел. Я записываю. А что расцвел, ты по какой причине? Слушай, вкусно работаем, а не письменно. Девочка поливает цветы. Девочка спит. Девочка... А еще, подождите, стоп, девочки. Пока я не забыла, хочу вам еще сказать. Когда у нас перед глазками большой-большой текст... Танислава. Как ученицы сидят? Итак, когда мы перед глазками видим большой-большой текст, мы видим в нем большое количество предложений. И после каждого девочки... Вот одна летает, и вторая летает в себя. В тексте мы обязательно видим очень много точек и букв, конечно. Каждое предложение, когда оно заканчивается, оно заканчивается точкой. Верно? Верно. Когда заканчивается, если, допустим, я вам начинаю читать текст, то точку я показываю вам интонационно, что в конце предложения стоит точка, я делаю небольшую паузу. И тем самым показываю вам то, что предложение подошло к концу. Я сделаю небольшую паузу и читаю следующее предложение. Верно, Слава, где летаешь? Я, Руся, там же. Итак, девочки, смотрите. Я читаю маленькие-маленькие тексты, а вы мне должны определить, сколько предложений в этом тексте. Я буду ставить. Девочка спит. Девочка умывается. Сколько предложений вы считаете? Три предложения. Хорошо, молодцы. А теперь о чем говорится в каждом предложении? Девочки. О девочке. О том, чем девочка занимается, верно? Она обливает цветы, спит. И что еще она делает? По утрам ты чем занимаешься? Умываю. Хорошо. Так. Смотрите. Еще раз зачитаю. Я слава. Пришла зима. Выпал снег. Река замерзла. Трещат морозы. Сколько здесь предложений девочки будут слушать? Пять. Шесть. Четыре. Пришла зима. Читаем. Загибайте пальчик. Я читаю, а вы загибайте пальчик. Пришла зима. Стоп. Сначала начинай. Первое предложение нужно. Пришла зима. Выпал снег. Река замерзла. Трещат морозы. Сколько предложений девочек вы считаете? Четыре. Четыре. А Ируся считала? Я сбилась. Я сбилась. Так, ребята. О чем говорится в первом предложении? Зима пришла. Зима пришла. Зима пришла. А что сказано о зиме? Запомнила? Воспал снег. Выпал снег. Хорошо. И запрещали на улице что? Морозы. Морозы. О чем говорится во втором предложении? О чем? Река замерзла. Выпал что? Снег. Снег. Хорошо. Так. А о чем говорится в третьем и четвертом предложении? Вот как раз таки, Антон, что ты сказала про реку и про морозы. Что произошло? Снег. С рекой? С морозом. Да. А морозы что делали? Срещали. Срещали. Хорошо. Все, с этим мы закончили. Разминку для пачек открываем. А папа не пизай. Начинаем с палочек. И ручок при... Ты чего делаешь сидишь? Вот это стирай все. Это не я сделала. А кто? Не знаю. Ну что, убирай это. Зачем кто-то здесь, видишь, тебя на свинячемся? Кто-то эту травматуру убирает. Это же Лап же Данилка писал. Ну нет. В этой разе у него подписанная Галятки Данилка. Все, убирай Велеслав. Что это лишнее? Подтирай. А вот я сразу закончилась. Я... Ой, что он тут написал-то? Только вы посмотрите вот тут. Да, да. Да все, у меня сегодня идешь на эту... Маленький, рад, что склеили своими? Угу. Туда. Где? Вот. Вот. Нет. Писать не хочу. Я не могу подточить кулаш-карандаш. Нет, у меня даже хочется как-то играть. Вообще молоденький. Так. Держись. Ну, подожди. Держись. Так. А ты как-то у меня неправильно карандаш опять начала держать. Ты чего? Как учила я тебя? Подожди. Стой. Вот так всегда. Вот этот немножко согибай. А вот этот внахлёст наверх. Все равно неправильно держи. Вот так. Вот так, чтобы карандаш был. Вот теперь правильно держишь. Вот так не было. Ну, моя хорошая, тебе потом вообще неудобно будет пальчиком. Зато смотри, палочки какие уртенькие получаются. Ровненькие у тебя. У меня левша была. Всегда вталкиваешь, чтобы нужно было. Это прям неудобно, она всегда вот так. Ну, тут своя облада. Открывай. Тебе неудобно ты себе свет загораживаешь? Вот так, смотри, если вот так положишь, то удобно будет? Удобно так? Да. Но если далеко, тогда у меня удобно. Нет, ну нет, зачем далеко? Просто ты свет себе закрываешь. Моя, это что такое? А нос куда у тебя? Не знаю, но кто-то видишь, чем-то тебе тут закорять его маленечко. Что-то дал. Как, Яруся? Смехали, что подальше красненький такой, ушалочный. А? 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 Конечно, но эмпинацию надо всегда. Как? Я считаю, мол... Ставим точечку и кузико рисуем. Точечку сверху. Будь здоров. И с точечки кузико рисуем. Точку кузико в эту сторону. Точечку ставь. И кузико рисуй. И с точечки кузико рисуем. Пусть играет. У вас своя. Вы туда не верите. Считай. Начала. Из угла. Вензелек. Животик. Из угла. Вензелек. Животик. Толстый карандаш. Подточи карандаш. Вижу на каком. Я его уже стараюсь точила. Он сломается у меня. Вер? Нет. Вот. Не отделяй. Молодчина. Сильно не давит. Делай слабее. Нажим немножко. Сильно давь. Смотри. Тольше получается. Когда не так сильно на карандаш давишь. Вон толстушка такая получается. Молодчина. это же такой же кружочек ровно такой же как на о ты начала сверху с точки и просто палочку ему пририсовала кружочком и увидели везде на а отрывай опять соединила сверху начала как о делаешь вот вот теперь пошла на крючки ярославной а с какой буду буквы писать Я вообще-то, мне никто не разрешал играть. Вам можно у меня, зато у меня из всех остальных. За переменом? За переменом? Это, Артемыч, у вас сколько-то есть? Вчера? Да, сегодня. Час. Час ночи. Вот так, в час ночи, можно... Писать, 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 писать. Артем, Артем, сиди-сиди. Давайте, походите, живите. Сейчас. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...